Эти захоронения из-за разряда неофициальных. Люди вынуждены хоронить своих родственников на строящемся объекте. Кладбище, строительство которого началось ещё в 2007 году, до сих пор недостроено. Как говорят подрядчики, всему вину недостаточность финансирования. Так, только на прокладку дороги и подведение воды на кладбище необходимо 199 миллионов тенге. Нет финансирования, нет работ. После того, как старое кладбище по Ташкенскому шоссе было переполнено, ЖКХ дал нам разрешение на освоение нового участка. Здесь нет ни дороги, ни воды. Мы высадили деревья, но их нечем поливать. Стараемся изеленить этот участок, но пока это невозможно. С 2007 года на этот объект было выделено 80 миллионов тенге. Денег, говорит подрядчик компании ЛМК, хватило лишь на ограду и дом для смотрителя. Срок действия ПСД, разработанного в 2004 году, заканчивается в декабре. А значит, если в текущем году строительство так и не будет завершено, потребуется разработка новой проектно-сметной документации и, как следствие, удорожание работ. Придётся пересматривать стоимость строительства. Но даже если будет выделено финансирование по прошлому ПСД, сегодня закончить строительство невозможно. Недостаточно средств. Сейчас кладбище условно поделено на две части. Первая предусмотрена для захоронения горожан. Вторая для уралманов из микрорайона Асар. Бюро оказания специализированных услуг высадило на кладбище тысячу молодых деревьев. Саженцы специалисты поливают также за свой счёт. Тоже по причине отсутствия финансирования.